Итак, всем привет, с вами Добган, продолжаем играть за Российскую империю, но есть нюанс, это Казацкая Российская империя, ну а вы обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, а у нас тут произошел другой нюанс, мы напали на, по-моему, Грузию, и теперь мы воеваем за всем Рейхспактом. В принципе, бывает ничего такого, разберемся. Продолжаем строить танки, продолжаем войска сюда на границу подводить, и сейчас начинать будем какие-то наступательные действия, ну где-то, наверное, только оборонительные. Поехали. Самое главное, конечно же, с вот этим вот разобраться, но я думаю, это достаточно быстро мы сможем сделать. И пока да, нам, пока мы танки нормально не достроим, наступать как-то вообще не стоит, потому что минус 40 тысяч, это, наверное, достаточно много. Леут войска уже прибывают, крайне мере, вот здесь, можем сразу начинать контр-атаковать здесь. И да, у нас здесь есть, скажем так, некоторые проблемы. Как я и говорил, эти дивизии не совсем смогут держать все. Поэтому надо будет сейчас заниматься, наверное, авиацию, по крайней мере, расставить. И будет сейчас жесткая заруба. И авиация прибыла, с авиацией стало попроще. Единственное, нам обязательно надо сейчас вот здесь вот все допушить, чтобы нас не окружили вот здесь как-то. Так что сразу же начинаем как-то так активно двигаться вот сюда вот. Кстати говоря, мы имеем плюс 91% атаки от государства. Господи, какое же у нас сильное государство. И я решаю сделать, так сказать, ход конем, в прямом смысле, потому что здесь казаки, и просто взять здесь захватить сам Крым, чтобы все это капнуло и моментально все стало нормально. И, как я сказал, это прекрасно сработало, хотя у нас здесь, конечно, еще есть некоторые проблемы. Это сейчас у нас суперроские проблемы со снабжением здесь. Главная проблема решена. У нас в тузах нету огромной такой вот армии непонятной на все лицо, так сказать. Но, впрочем, все еще надо будет подбивать вот это все, чтобы у нас жд нормально работали. Но это уже, так сказать, мелочи, потому что основная задача решена плюс-минус. Нужно только теперь разобраться с последствиями наших ошибок. Ну, что я могу сказать? Здесь все очень непросто, еще в груди какая-то, я не знаю, что это высадка или что, откуда там дивидии появились. В общем, там тоже ликвидируем. Очень здесь нам тяжело, но мы кое-как потихоньку сейчас выходим из этой ситуации. И, в принципе, куда-то здесь угребимся. А с этой стороны наши войска уже без особых проблем достигли назначения и начинают пушить, освобождать дороги, в принципе, ЖД. Как будто мы спасли все. И более того, мы сейчас еще и поокружаем. Здесь вот я вижу очень большой стак пехоты имеется. И, как бы, здесь тоже имеется пехота, так что это, конечно же, была наша ловушка. И здесь, блин, здесь как-то многовато войск. Вот так, оказывается, надо сюда, значит, авиацию послать хотя бы какую-то. Ну, сейчас будем откуда-то что-то забирать. Хотя, возможно, у нас уже есть... Да, у нас есть уже свободные силы какие-то, и именно их мы и будем, значит, здесь использовать. И ура! Мы успели вовремя. Тут, конечно, войска уже начали, да, оверстакаться очень сильно. Из-за чего, ну, они неэффективно там воюют. Тем не менее, фронт спасен. Дивизии здесь, я думаю, не потеряли. Было не так просто, но и я бы не сказал, что сильно сложно, потому что все-таки наши дивизии вот эти вот очень хорошие, и у нас очень много бафов на своей территории. Опять-таки, напоминаю, 72% государства. Там и для кавалерии огромное количество бафов, и от 12 территорий у нас огромное количество бафов. Вот вам и результат. Да, прекрасные статы. А это еще у нас нехватка 35 тысяч танков, которые, кстати говоря, потихоньку упадают. Видите, уже минус 5000 нехватки. И вот этот вот огромнейший стак пехоты, который оверстакнулся тоже, я тоже очень хочу окружить. У меня есть очень большое желание, и я попробую так и сделать. Потому что у нас все на это шансы. Это очень жестко должно подбить союзников Германии. Плюс это уже потихоньку достанавливается. ЖД, да, уже более того восстановило. Здесь уже хотя бы какое-то есть набрание. Надо просто вот эти войска, я думаю, во-первых, знаете, что нам стоит сделать? Я думаю, это тот самый момент, когда нам пора сделать вот так. Этот парень, да, стоит там на своем фронте. Но эти все ребята становятся вот сюда, чтобы распределились они поравнобиленнее. Кроме, опять-таки, вот этих, наверное, ребят, которые вот отсюда пускай пушат вот сюда. Все остальное, да. То есть Финляндия, наверное, еще пускай постоит под поэта, поживет. Мы еще пункт снабжения здесь достроим, там посмотрим. Но это должно нас вот эти вот войска немножко подосвободить, чтобы они не оверстакли снабжение. И мы смогли, по крайней мере, вот это окружить, это уже приятно. Но мы на этом не останавливаемся и пробуем еще какие-то такие неудачно стоящие войска на данный момент подокружать. Ну и что, как говорится, итоги первых нескольких месяцев войны. Здесь 900 тысяч потерь, здесь, наверное, не будет, да. Больше 650, здесь тоже. В Японии почему-то... В Финляндии и Бельгии почему-то воюют в Японии, ну ладно. В общем-то, миллиончики потихоньку начинают капать. А мы все, потеряли 50 тысяч. Единственная проблема, как и до этого, нам не хватает танков. Но уже 33 тысячи нехватки. Потихоньку, потихоньку мы эту проблему, как говорится, решаем. Нормально. И продолжаем вот такие вот окружения делать. Достаточно удобные для нас. И видите, здесь очень много пехоты, но... Ее здесь слишком много, она не всегда реинфорсится. И при этом теряет очень много аргей, поэтому все ребята отступают за ними. Но иногда не хватает и нам урона. Вот это окружение, наконец-таки добиваем. Мог я его завершить, и неплохое количество дивизий улетело в помоечку. И я вот с этой фигней психнул и просто отправил сюда еще дивизии. Сейчас будем разбираться нормальным количеством дивизий, потому что они сюда все закидывают каким-то неизвестным для меня образом. Здесь мы все рейдим. Здесь не должна ни одна дивизия проплыть. Они все равно каким-то непонятным образом здесь что-то переводят. Не знаю, из Болгарии что-то ведут. Хотя, блин, не должны. Ну окей, ладно, мы просто пришлем сюда половину нашей одной армии и будем разбираться здесь совсем, пока здесь они пытаются об нас убиться. Вот так вот. Ну и конечно, нам в принципе ждать не нормально, потому что у нас минус-танки покрываются уже 30 тысяч всего. И начинаем мы проходить вот здесь вот потихонечку в Беларусь. И здесь уже будем сейчас зажимать тоже неплохую группировку войск. Параллельно с этим освобождаем здесь территории. Тоже достаточно успешно, хотя и, конечно, не без приколов, потому что от гарантии соевать всегда неприятно. А еще здесь небольшое окружение делаем, ну так, по приколу скорее. А вот окружение готово, можем теперь спокойно здесь все добивать. Прекрасно у нас все получается. Потихонечку двигаемся небольшими шагами. А вот и кап, кстати говоря, подъехал. Теперь у нас войска здесь немножечко опять сузится. Станет все поплотнее. Для нас на самом деле в данный момент это даже хорошо, потому что у нас до этого танки не всегда в полный фронт воевали, что как бы не совсем хорошо. Тем не менее, их войска тоже выплотнятся, но для нас без разницы, потому что мы обычно все равно имеем дело только с несколькими дивизиями, остальные просто отступают, потому что они не успевают заинфорситься. Так что я бы сказал, это нам в плюс. Ну и потеря опять огромного количества дивизий в котлет тоже большой минус для наших противников, а значит плюс для нас. Закапиталировала второй раз. Прекрасно, и сейчас остается лишь здесь нашу территорию вернуть, и эта армия пойдет обратно на фронт. Так, здесь вот тоже никакие провинции не оставляем. И сможем мы перейти в нормальное наступление. Мы уже, в принципе, успешные действия ведем, но у нас теперь станет еще на полармии больше здесь. Теперь эта армия полностью свободно идет сюда. И мы все это время не спешим, что делать. Так, у нас, кстати говоря, что это вторжение в Западную Украину. Ага. Блин, ну я бы даже, наверное, сделал как-то вот так. Но здесь вражеский флот, сегодня немножко задамажен наш флот. Но мы все еще можем попробовать перехватить вот это вот чудо. И, конечно, я еще, на самом деле, попробую часть дивизии отправить вот сюда. Я вижу, что они сюда высаживаются. Можем успеть даже. В крайней мере, наши подлодки должны их точно замедлить. Еще можно пробовать авиацию добавить, но наши турбомки, по-моему, да, не могут работать по надводным целям, только по порту. Портов тут, очевидно, нету. Ну, дамажим сколько получится, а дальше будем дуевать танками. И, смотри, здесь мы зареинфорсили и полностью потопили всю их здесь армию. И еще, наверное... Ну, да, уже не успеем, да? Или успеем? Успели. Но я не верю, что мы сможем победить. Впрочем, вроде как сможем, да. Прошлая цичка у нас была отрицательная. Да, потому что у меня флот был поделен на двое, потому что я думал, что они сюда не могут завести корабли. Но, оказывается, у них здесь, я не знаю, уже заведет заранее или что. В любом случае, мы из этого потеряли часть кораблей, но сейчас камбэкаемся. Плюс я начал строить боевые корабли. До этого строили мы только конвои. В смысле о том, что нам воевать на море-то и не придется. Пришлось. Разобрались. Авиацию сюда перепрасываем и без проблем просто вайпаем все, что здесь высадилось. Прекрасная идея немцев сюда пойти. Кстати говоря, наши подлодки могут потопить линкоры, потому что лодки воют торпедами, а линкоры боятся торпед. Так что есть шансы, что они реально потопят. А, ну, с поддержкой это точно. Пока немецкий флот в Черном море. Плюс там еще застывшие дивизии, которые мы тоже поддобиваем. Прекрасно. И да, они все-таки высадились вот в этой провинции. Ну, можно сказать только, увы, немцы. Но ваша выездка будет просто вайпнута. И начинаем мы, я думаю, пушить Балтику уже. Как бы пора потихоньку-потихоньку сужать этот фронт. Не вижу с этим проблем. Единственное, наверное, стоит отправить в Балтику еще побольше авиации. И успешно мы здесь вот их поджимаем. Они могут успеть попробовать эвакуироваться, но мы постараемся им этого не дать. И пропушить к единственному здесь порту. Параллельно поджимая всеми возможными здесь дивизиями. Также здесь еще и микроокружения получились. Приятно. И так же будем пытаться сделать и здесь. А вот и сразу кап. В общем-то наши дивизии показывают себя прекрасно. Я уже и огнеметные танки в них добавил. Так что они вообще теперь себя чувствуют очень весело. Всего лишь 18 тысяч не хватает. Совсем скоро мы с этой нехваткой полностью совершенно разберемся. А я вижу, что еще можно подокружить мы. Давайте вот сюда отправим побольше войск. Пожалуй, как-то вот так еще тоже мы их подотправляем. Сюда тоже. И сейчас будем поджимать еще вот здесь вот. Сузим, потом подожмем эту мулитву здесь. И потом уже как-то от Польши сюда. Правильно можно было бы на самом деле разобраться уже с Финлядией. Поэтому давайте, наверное, так и сделаем. Я верю, что эти ребята должны справиться без особых проблем. Авиация у них на это все есть. Можем единственное дать им, ну, наверное, чуть-чуть еще побольше. И на север одну. Сразу начинаем здесь. Я уже не жду даже. Наши клинии просто... Молоко разбивает вражеские дивизии. На самом деле, военных бафов у нас в итоге получилось очень много. Хоть и казалось бы их не так много. Но из-за того, что мы просто супер настакали нашу кавалерию. Да, у нас очень много от кавалерии бафов. Хотя, если вспоминать другие страны, то у них, мне кажется, будут бафов еще больше. Просто здесь не поленился сделать танки. И наделать как бы и внеметов, и всего к ним. У нас уже 44-й год все-таки. Здесь окружили полностью, ребят. Здесь сейчас тоже прекрасное окружение. И клинии наши уже идут на Кёнигсберг. И параллельно пытаемся вот здесь вот побольше на вайп. Я думаю, у нас получится. У нас неплохая скорость у дивизии. Плюс еще от духа забафанная. Во Финляндии, я думаю, тоже все должно быть. Да, прекрасно. И Польша капиталирует. Наши клинии успешно здесь все пробились. Накружали огромное количество дивизий. Плюс уже даже покапали страны. А это еще больше подбивает дивизии. То есть, да, мы просто вот так вот идем. И, ну, не то чтобы нас кто-то что-то мог остановить. По ощущениям, уже никто. Ну и да, мы можем нажать уже просто автопланом. В принципе, я не вижу проблемы с его исполнением. Потому что Германия, ну да, потеряла просто всю свою армию. Все марионетки потеряли всю свою армию. Потому что они все были на фронте. Все еще что-то остается, но... Германия просто открыта для вторжения. Для Ладикса игра все еще как-то держится. Но это потому что я третью... А, нет, я включил третью агрессивность. Окей. Значит, это потому что здесь плохая инфраструктура. Они медленно движутся. А вот этот вообще не движется. Вот там могли бы быстрее, если бы контролили. Но не сильно интересно контролить. Все же там. И вот она, 13 тысяч. Все еще у нас не хватает танков. Но это значит, что у нас уже 47 тысяч танков на поле боя. И этого более чем достаточно, чтобы все сломить. Так что да, Рейхспакт уже на грани падения. И закончить ли это войну? Наверное, да. Я не думаю, что там здесь что-то еще есть смысл добивать. Все говоря, здесь... Да, здесь Авола. Но как-то он пассивно себя идет. А, ну он марионетка, потому что все логично. Финляндия, кстати, капнула до Германии. Я уже думал, будет забавно, если они сделают это после. Но нет. Все-таки до. И сколько мы делаем танков в день? Давайте посмотрим. 112. Какая прелесть. И вот она, Крок Рейхспакта. Немыслимая. Ну, для нас уже давно очевидная. И война еще закончена. А, ну еще капы сейчас не было. Сейчас будет. Также мы еще забрали весь их флот. А теперь наш флот, да, выглядит очень-очень прекрасно. Ну и пока я занимаюсь решением, так сказать, судьбы Европы. И добиваюсь их, ребят. Давайте же разберемся с Трансамуром, пожалуй. Тут еще Алантической Республики, но ее, по-моему, уже и нет. И вот уж оберяем эту войну. И сразу же наши войска начинают наступление. Да, у нас все, стоит третья агрессивность. Я думаю, без проблем мы копнем их, а потом и Японию. Но только нам, конечно, передастим бы как-то флот объединить. А вот незадача, как говорится, у нас имеется. Наш флот немножко разъединен. И мы его не сможем объединить. Ну ладно, тут, я думаю, более чем должно хватить, чтобы победить Японию. Ну и не так долго нам, не так долго мы пушили. И в итоге пропушили неплохо так Трансамур. Скоро уже будем в Владивостоке. Там будет Корея. Тут будет, я думаю, и Сахалин. И уже через Камчатку мы по прекрасным Горильским островам сможем пробраться в саму Японию. Примерно такой план может быть еще поможем высткой. В Европе тем временем мы готовимся добивать Австрию, потому что у нее есть территория Польша. На которую у нас, в принципе, конечно же, есть претензии. КП готова, а значит мы можем начать войну. Кстати говоря, Италия добила сама еще одну наших противника, легиону БИХ Сицилии. Почти добила, она сейчас добьет. Что надо упрощать дела и, конечно же, пускай они все забирают. Единственный нюанс, я не призвал своей марионетки в эту войну. Сейчас мы это сделали, у меня войска откуда-то решили побегать туда-сюда. Но в целом, да, все окей. Авиация сюда, наши генералы, я им передавал авиацию, вроде как все-таки переставляют, да, нормально. Значит мы пробиваемся. И, конечно же, наши танки под щитком с огромными статами невероятно легко проходят сквозь любые войска уже. Ну и это за другое. Марионетки Австрии падают и сама Австрия сейчас тоже падет. Уж слишком казаки сильные оказались. И вот битва за Владивосток закончилась. И Трансамур полностью пал. Эти дивизии, нет, не уходят назад, а продолжают атаковать Японию. Только уже в Корее. И мы на севере там тоже продолжаем битву. Тут, кстати говоря, да, у нас чуть-чуть упростилась ситуация у японцев со снабжением, потому что ухудшилась. И мы можем продолжать пушить сюда. Нам бы вот сюда как-то пройти. Но там есть порт, возможно, они смогут просто проплыть. Шансы на это, кстати говоря, имеются. Хоть и... Блин, наверное, я бы не рисковал. Ну, пускай попробуют. А флот наш надо, я думаю, уже выводить и отправлять на Владивосток. И мы не можем пройти из-за какой-нибудь... Ага, из-за вот этого, наверное, да? Давайте проверим. Он уже есть, проход. Все, ладно, видимо, пересчитывалось очень долго. Можем ли мы пройти? Правляем сюда от Влад. А, кстати говоря, у нас сами эти ребята напали. Я даже не супер... Ну, точнее, как я планировал у них нападать, но еще и не скоро. А они взяли и сами напали. Ну, я вообще не против. Это мне немножко упростит ситуацию. Поиска у меня здесь, в принципе, на границе были. Так что мне остается лишь попризовать наших барионеток. И начать наступление. Вот, пала сразу Румыния. И дальше там Болгария и Сербия. Точнее, со всеми нашими противниками мы разобрались. Останется еще Ирландия. Я думаю, мы с ней тоже достаточно быстро разберемся. И, конечно, поможем Франции вернуть себе Нормандию. И достроились вот два порта, чтобы было снабжение наших войск в Корее. Корею мы таким образом добиваем. Добиваем. Здесь есть проблемы. Но я тоже, наверное, здесь... Я сюда же, конечно, прокладываю на будущее. Чтобы снабжаться по земле. Но тоже построим порт. Когда наши войска пытаются как-то пробиться. И, может, с портом они смогут пробиться. Вот так, в целом, наш флот-то сюда доехал. Можем сделать вот так. Можем наш флот поставить здесь вот на миссии. Также сюда под лодки. Этот флот, с сожалению, тут и будет замкнут. А вот это мы можем в теории перебросить туда. Могут ли они выйти? Нет. Они с черного горя не могут выйти. К сожалению, подлоски тоже здесь не проходят. Но ничего. Это мы можем пережить. Зато теперь мы сейчас задушим Японию. Наверное, так стоит сделать, на всякий случай. И статармия сейчас будет готовить высадку. И пока у нас готовится высадка Японии, мы здесь добьем норманди. Только... Да, надо вот этих ребят призвать. И здесь даже нет поиска. Что, в принципе, не удивительно. Ну что, давайте начинать наше вторжение. Конечно, такие себе статы. Но пойдет. Минус 25% кое-как компенсируются другими бафами. А самое главное, авиации. Хотя... Нет. Не пойдет. Нам не хватило. К сожалению, такие дивизии высаживаются, ну, очень плохо, конечно. Так, попытка номер 2. Немножко обузим, так сказать. Высаживаемся не сразу в провинцию, а рядом, где можно спокойно будет получить снабжение нам. То есть, ну, всегда сюда доехать нормально без боя. Именно с кораблей мы очень плохо деремся. А потом получить снабжение и развить это наступление. Вообще-то, получается... О, и Япония такая, типа, сдаемся. Да, предположим, что они нам отдают всю Корею и все стропа. Да, так и есть. И меня это более чем устраивает. Что ж, на этом можно даже было бы, я думаю, и закончить. В принципе, получилось достаточно забавно. В итоге мы вообще стали Россией. И достаточно мощной России бафы. Очень мощная на армию. Но по сравнению с другими бафами, конечно, средненько. И ноль экономических бафов практически до самого конца. Так что, ну, бывали страны и поинтереснее. Только война была крутая. А с вами был Допг. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Лайки, комментарии, твижки, скрутбусты. Все в описании. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok